Йом-Кипур и исполнение в Новом Завете. Очень большая тема. Во-первых, какая книга Библии? Какой книге Библии это относится? Какой книге говорится об Иешуа и Йом-Кипур? Это экзамен, экзамен. Все запишите ответ, какая книга говорит о... Запишите, запишите, ничего не говорите. А теперь можете говорить, какая книга? Евреи. Кто сказал евреям? Поднимите руки. Очень хорошо. Вы прошли экзамен. Особенно главы... Особенно главы... Восьмая, девятая, седьмая и по девятую главы. Евреи. О котором говорится, что Иешуа — первосвященник. По какому порядку первосвященства? Левит? Аарона? Мелхизедек? Кто он такой? Годс-прист. Он был птиченником из какого города? Салем. Салем. Салем — это что? Встал Иерусалим. Множество символизма. Авраам дает ему жертву, приношение, что доказывает, что его священство было сверхъестественное. И существуют всевозможные традиции по этому вопросу. Он был одним из древних царей, который был правый последователем Бога. Но он не был кем? Он не был из числа евреев. Это интересно. Есть традиция, что его считают Сифом, сыном Адама и Евы. Потомкам. Они хронологию проследили, сказали, что Сиф все еще был живым. И есть еще христианская традиция, которая говорит, что на самом деле Мелхизедек — это Ишуа, который пришел. Но, вероятно, ни тот и ни другой не был правильным случаем. И поскольку мы не находим генеалогию дословно Мелхизедека, то он является символом вечного священства. Как об Ишуа говорится, он первый священник по чинам Мелхизедека. И так с Женем говорится, что он умирает за наши грехи, как жертва на Мелхизедеке. Берет свою кровь, свою кровь, берет в небесную скинию, и что символизирует земная скиния, и также и сам храм, что это символизирует все то, что находится на небесах. Слышали ли вы это раньше? Потому Ишуа приносит жертву однажды за всех. Не каждый год, но один раз. И во время этого жертвоприношения единожды, которое может очистить наши грехи навсегда. Все, кто приходит к Нему, их грехи прощены. И теперь они не нуждаются в том, чтобы приносить другие жертвы, чтобы получить прощение. Потому Новый Завет называют лучшим заветом. И в чем смысл лучшести Почему лучше? Потому что жертва Ишуа была. И если взять послание к римлянам, это жертва Ишуа и дар Духа Святого. Вы следите за мной? Окей. И когда мы подходим к будущему, мы видим, что ключевая тема, это тема искупления. Несколько Божий план в том, чтобы искупление Ишуа применить каждому человеку, каждому народу. Поэтому все эти отрывки, где говорится об искуплении, они универсальные, всемирные, относятся к Израилю и к всем народам. Поэтому Захария 12, 11, «Посмотрят на того, кого пронзили и будут плакать о них, возрыдают, как рыдают о своем сыне». Захария 13, «Откроется источник, чтобы очистили грехи Израиля». И также все остальные отрывки, которые говорят об очищении народов. Поэтому эсхатологично Йом-Кипур применим к Израилю и к народам. И также вы видите прогрессию в осенних праздниках, провозглашение, дуть шофар, искупление, прощение грехов, и затем празднование Суккота. Синагога Синагоги молитвенно-служение, служение ходатайственное ради прощения грехов Израиля. Также это время самопроверки. И это также верно. Как Коринфианам говорится, мы должны себя проверять. Периодично. Проверять, что правильно, что неправильно. Вопросы по этому? Правильно ли я понял? С точки зрения эскатологичности, Йом-Кипур применим ко всем народам. Поскольку искупление Ишуа для каждого человека, поэтому Йом-Кипур можно применять ко всем народам. Поэтому это пророческое значение. Это универсальная жертва искупления, которое применимо во всяком месте, где проповедь Евангелия. И всякий, кто принимает его, становится нашим Кипуром. И затем в конце искупления всех народов. Я понял Йом-Кипур в отношении Ишуа. Я понял, что такое отношение Йом-Кипур к Ишуа. Что касается Йом-Кипур и Ишуа коррелация? Ты был в комнате отдыха. Ты был в комнате отдыха. Это на тейпе. Но он первый священник наш, на Йом-Кипур. И когда вы празднуете, вы должны всегда вносить всю полноту Ишуа. Вы не можете просто использовать традиционные молитвы, ничего плохого нет в этом, кроме того, что они неадекватны. Ведь нам явно надо славить Бога за жертву Ишуа. И видите, что в еврейских молитвах есть элемент благодарения. И мы благодарим Бога за то, что Он сделал в нашей истории. Но самое большое, что Бог сделал в нашей истории это жизнь, смерть и воскресенье Ишуа. Это должно пронизать все. Должна быть абсолютно полностью наша молитва пропитана этим и убедительна. Другие вопросы может быть. по этой теме. Да? Айн? Хорошо. Теперь, Суккот. Суккот, также называем «табернаклс». Праздник кущий. Окончательно, последняя жатва сбора урожая. И обычно самый большой праздник. Самая большая жатва, поэтому самое большое празднование жатвы, сбора. И исторически самое великое празднование урожая. Семь дней, которые длились. Первый день шаббат, день покоя, и восьмой день отделен как собрание под названием Шмини Ацерет. В чем свойство этого дня? Это празднование, веселье, и что еще? молитва о дожде. Также исторически это память о нашем опыте в пустыне. В пустыне не было домов. Мы жили в передвигающихся домах, в палатках, палатках. Суккот, палатка, палатки. Поэтому Бог говорит, я хочу, чтобы вы помнили то время, когда я обводился о вас в пустыне, и что ваша одежда не снашивалась. Я шутил раньше в моей общине, поскольку мои дети росли, за один месяц выросли из всех своих туфлей, и снова надо туфли покупать. Поэтому я всегда шутил, что туфли росли вместе с детьми. В пустыне туфли росли вместе с детьми. Одежда не изнашивалась, Бог, естественно, давал нам манну, и также ципурим. Это птицы. Такие птицы? Перепела. Вы когда-то кушали перепелов? Поднимите руку, если вы кушали перепелов. Похоже на курицу. Может быть, вкус немножко другой. Делисиосо. Деликатес. Он так и сказал. И в чем суть этой памяти? Бог сказал в Торе, чтобы мы не зависели от того, что есть у нас. Но только Бог дает нам способность приобретать богатство, и что Он наш обеспечитель. Только Он единственный обеспечитель. Поэтому это празднование обеспечения Божьего, и также молитва о дожде. Также о древнем праздновании Бог говорит взять четыре вида ветвей, или же четыре ветви от четырех различных растений, которым махать нужно перед Господом. Пальма, ива, и три диака, и мира. Но там не говорится взять этрог. Этрох — это великой традицией, поскольку это фрукт, плод. Я скажу вам интересную историю. Это не произошло мне раньше. Знаете, что такое этрог? Знаете, что такое этрог? Знаете, что такое этрог? Это как будто большой лимон. Но там не сильно много сока внутри. Поэтому история такая. Год назад мы купили ветви пальму, иву, и мирт. И этрог. И пока мы еще были недалеко от дома, были две мессианские молодые женщины, которые не жили как бы мессианской вельской жизнью в семьях. И в одно утро одна из женщин встала и захотела что-то сделать с лимоном. А другая девушка сказала, «О, посмотри на этот большой лимон!» И именно в середине праздника Суккот они разделили этрог на две части. «Ой-ва-вой!» «Ой-ва-вой!» «Никогда такого не было!» «То есть в Израиле они мой этрог разрезали наполовину!» «А что теперь мне делать?» «Можно ли этрог как-то починить?» Поэтому я взял зубочистки и идеально соединил две половинки. В каждую часть прогнул зубочистками. Идеально был этрог. Даже не могли отличить, где была линия. Потому что когда они порезали этрог, они думают, что это за лимон такой? И сока нет в лимоне. Поэтому я починил этрог. И каждый вечер мы праздновали с лулавом и этрогом. И каждый вечер мы праздновали с лулавом и этим ремонтированным этрогом. И в течение недели по мере того, как этрог всыхался и становился сухим, вначале он был хорошим. Но к шмине Атсерен уже зубочистки начали торчать из этрога. Это было бонзи. Косточки. Этрога. И Библия говорит, вы машете этим перед Богом. Я думаю, что в Библии это как своеобразная молитва о дождей и благодарения. Молитва благодарения. И понимаете, что в Израиле дожди сезонные. От начала, от конца Суккота и до первого Ниссан, конец октября и вплоть до конца марта и на тогда дождь идет. Если нет дождя, то будут большие проблемы. И сейчас большие проблемы. За последние два года мало дождей было. Поэтому молитва о дождь очень важна. Так как Господь говорит, у нас нету резервуаров для ирригации, как в Египте. Но у нас, мы зависим от Господа, чтобы Он давал дождь с небес. Все еще в Израиле есть осознание этого. В Украине много дождей выпадает? Хорошая вода у вас? Из Черного моря? Нет, нет. Израиль делает десоленизацию. Вы знаете, что это? Десоленизация. Вы знаете, что это обесоливает морскую воду в Израиле. Мы имеем в воду, Днепр. Да. Это очень вкусно. Деличие, радиоактивные рыбы. Деликатесная радиоактивная рыба. Окей, now. Chernobyl, right? Yeah, it's not far. Now, I want to speak about, see, Yeshua in His first coming, Ишуа во время первого пришествия. Иоанна 1, 7, 7, 9. 7, 9. Это, можно сказать, тема скинии. И если у вас не будет описания с Талмуда, скинии, тогда вы не поймете совсем, что имеется в виду. Именно в Талмуде есть описание того, как отмечались эти праздники в библейские времена. Это очень важно. Поскольку множество того, что находятся в Талмуде, взято после написания Библии, но не все. Иоанна 7, 9 главы говорится о том, что в Ишуа есть воплощение скинии. И очень хороший автор по этому вопросу рима, католический теолог. Реймон Браун, Рамон Браун, который написал двухтомный комментарий на Евангелие от Иоанна. Вот такой толщины эти два комментария. Два тома. Кто бы хотел прочесть? Он один из великих католических теологов по Евангелиям. Он доказывает, что в 5-10 главах Евангелия от Иоанна тема такова, что в Ишуа исполняются основные праздники Израиля. 5-я глава Шаббат. Он Господь Шаббата. Глава 6, Песах. И насыщение 5-ти тысяч напоминает нам о Божьем обеспечении Израиля после Исхода. То есть, идея такова, что Отец нам давал манну. И глава 7-9 говорят о Скине. И две важных вещи, которые говорит Ишуа. «Если кто-то жаждет, приди ко мне и пей. Из его чрева потекут реки воды живой». Почему из чрева? Почему отсюда? Ну, по двух причинам. Первое. Еврейская мысль это сфера, это место расположения внутреннего человека. Я не знаю, почему-то, но когда вы наполнены Духом, то часто, физически, вы чувствуете что-то именно здесь. Не спрашивайте, почему. Я не понимаю. Да, больше здесь чувствуете. Не здесь, а здесь. Любовь к жене чувствую здесь. Когда Дух Святой здесь. Любовь к Богу и чувствовать Его Дух. Почему Ишуа так сделал? Почему вода? Потому что на Хошана Раба это седьмой день великой славы, хвалы. когда в селамский источник сочинения спускался и черпали воды и возливали, выливали как символ излияния своей жизни перед Господом. Поэтому Ишуа берет эту тему о воде и провозглашает, что Он есть вода жизни. И второе, что Он говорит, Я свет миру. Если бы вы не читали Талмуд, вы бы не поняли. Поскольку одна из ключевых традиций во время Суккота зажигать все эти светильники во дворе храма. Потому весь Иерусалим светился этим светом, который исходил из храма. И такое ощущение было, что это слава Божья. Когда вы читаете книгу Откровения, когда нет ни солнца, ни луны, но слава Божья. Вполне возможно, что Иоанн вдохновился этим зрелищем того, когда храм весь был в свете. И раввины говорят, что тот, кто не видел славы Божьей во время Суккота никогда не видел славы. И тот, кто не праздновал Суккот так, как праздновал Суккот в Иерусалиме, никогда так и не понял, что значит праздновать Суккот. Настолько радостный, настолько большой праздник Суккот, так что в еврейской литургии просто он назывался праздник. Великий праздник, один из больших. Праздник с большой буквы. И возможно, намек мы можем найти еще в первой главе Иоанна. И здесь можно сказать еще одна операционная часть. Аппаратик висел. Аппаратик висел. Аппаратик висел. Аппаратик висел. А, опера или произведение оперное. Что называется? Это называется Ходиэ. Это о том, что рода Иоанна. Ода, датского композитора о рождении Иоанна. В начале было Слово, и Слово было с Богом. И потом вся музыка. И Слово было Богом. И потом говорится, И Слово стало плоти. И жило среди нас. Полная благодати и истины. О, это просто невероятно. По-любому. Основная суть в чем? Пойнт, суть, Никуда, что он был с Кинни среди нас. И, возможно, Иоанн намекает на ту идею, что Иешуа одел временное тело, то с Кинни, в которой он жил. И провел это с Суккотом, с праздником Суккот, что мы живем в такой же Суккоте временно. И его телом воскресшим, это его постоянная Сукка. Поэтому еще с Кинния можно написать под Решуа. Еще один момент. Когда вы изучаете порядок служения различных первосвященников, различных семей, Захария из семьи, Абайджа и Лук. Я знаю, но Захария был из семьи Абайджа. Абайджа. И из Талмуда мы знаем порядок служения священников. Мы знаем, когда Елизавета забеременела. Мы знаем, когда Мириам пошла к ней в гости. И мы знаем, сколько месяцев прошло. Так что можно вычислить, когда Ешуа родился. И он родился на Суккоте. Это очень интересно. Очень интересное размышление, догадка. Как была перепись там. И не было места в гостинице. Почему все гостиницы были заполнены? Потому что, скажете, пошли все переписываться. Нет, но перепись целый год длилась перепись, в течение всего года. Иосиф говорит, Иосиф говорит, перепишусь и в одно то же время буду праздновать Суккот. Если это был Суккот, то тогда понятно, почему не было места. Потому что самое большое число людей тогда пришло на праздник в Иерусалим. Если Ешуа родился на первый день, то тогда его обрязание на Шминь Ацерет, восьмой день. Это возможно. И это значит, это указывает на то, на то, когда Ешуа был зачат Духом Святым. на Хануку. Это возможно, что эта традиция празднования воплощения Ишуа на Рождество это не языческое. И не в язычестве здесь дело. Но более того, неправильное понимание, потому что евреи не праздновали дни рождения. Они праздновали какие-то чудные события, также годовщины, воспоминания о смерти, также празднования, посвящения детей. Поэтому, если это так, тогда 25-е Кислава, что есть Ханукка, также параллельно с 25-м декабря, что иногда налагается один от другого. И это чудное событие это зачатие Ишуа, а не рождение. Когда только ребенок уже здесь и растет, это чудо. Просто рождение следует. Чудо не рождение, но чудо в зачатии Ишуа. И позже мы рассмотрим Ханукку. Все следите со мной? Все еще со мной? Поэтому, когда мы доходим до этого будущего века, грядущего мира, ключевой момент Захария 14-й глава, 14-й глава, где говорится, что все народы будут праздновать Суккот. Поэтому это универсальный праздник в тысячелетнем царстве. И, кроме того, раввины учат, что Суккот это окончательное празднование наступления Царства Божьего. Это эсхатологично. Это эсхатологично. Также раввины учат, что 70 сельцов, принесенных в течение семи дней Суккота, явно принесены в жертву ради других народов. Что все жертвоприношения израильские во всех этих праздниках есть частичный смысл, частичная ссылка на ходатайство за народы. Поскольку все эти жертвоприношения имеют связь отношения к жертвоприношению Исаака. Помните, когда мы об этом говорили? Но в 70 сельцах на праздник Суккот течение Талмуда таково, что это явно, это очевидно за другие народы. Это не за Израиль. Поскольку это признаменование того, что народы придут в Царство Божье. И теперь подумайте. Если мы откроем книгу Откровения, книга Откровения, в основном, в основном Песах, но там есть также и другие праздники. Можно увидеть Роша-Шана, когда там трубят в трубы. Вы видите Йоам-Кипур в обращении других народов. И также Суккот видно в установлении Царства. И вот что именно интересно. Если Роша-Шана — это Второе пришествие, Откровение 11 и 14. И что ведет к суду, поскольку период между Роша-Шана и Йоам-Кипуром будет суд. И затем мы видим гнев Божий в Откровении 15 и 16. И затем наступает Йоам-Кипур. И после чего наступает Царство Божие на земле. Поэтому каков же первый Суккот после возвращения Йоам-Кипура? Вероятно, брачная вечеря Агнца, брачный пир Агнца. Это нас подводит такому взгляду, в который не верят в основном такие теологи, поскольку это не совсем стыкуется. И этот взгляд вышел из Соединенных Штатов. Можно сказать, началось все это с Англии, но Англия на это не купилась. Это говорится о семилетнем периоде испытаний скорбь и скорбь. И что Йошуа приходит в начале, происходит восхищение, затем здесь где-то брачная трапеза. То же самое время, как трубы, чаши изливаются, гнев Божий на землю. И в конце семи лет мы возвращаемся с Йошуа, и потом наступает тысячелетнее царство. Кто из вас слышал такой взгляд? Кто из вас слышал? До 1850 года никто об этом даже не знал, не думал. Я не думаю, что это из Библии. Вот как я думаю, что говорит Библия. Вот что, на мой взгляд, говорит Библия. три с половиной года скорби из-за благодаря милости Божьей. к концу скорби, периода скорби, происходит восхищение. Изливаются чаши гнева, и затем мы возвращаемся с Господом. Это очень все быстро. Месяц. десять дней? Десять дней? Не знаю. Возможно, вы спросите, это период между Роша-Шана и Йом-Кипуром в данном смысле. И также, если посчитать в откровении, то там будет еще где-то дополнительный месяц. период от 8 до 30 дней, и также воскрешены. Кто гости на свадьбе? Народы. Поэтому царство Божие начинается с брачной вечерей, что является инаугурацией, предоставлением к власти Ишуа и его невесты. Видите, как это все соответствует, в картинку вписывается. Все это связано с суккотом. Суккота, конечно, огромнейшее значение, смысл.